Как и говорил, я съездил в Екатеринбург и забрал сидение. Человек вообще спокойно, хорошо, прям с удовольствием обнялся на руль. И сейчас я вам покажу, что мне в итоге-то досталось, что это за сидения такие. Ну вот, спинка одного дивана. Ну так, на первый взгляд, нет, они просто грязные, а так вот у них более-менее такой синий цвет присутствует, светленький. Только, опять же, говорю, почистить надо. Это поздняя спинка. Это видно по темным вот этим вот вставкам. А у ранних они более светлые. Вот еще вторая спинка. Вот тут уже видно, что это ранняя спинка. Потому что, видите, тут какой, ну, цвет темный, а тут светлый. Или там. Все как бы в одном тоне. Вот эта вот поздняя сидушка, это ранняя сидушка. Дальше тоже одно раннее сидение пассажирское или водительское. Одно позднее. То есть, либо уже кто-то пытался. Ну, покажу вам позже, потому что сейчас я уже тут уложил. Время уже час ночи. Я тут все в курятнике ковыряюсь, таска сидения. Также вот два поджопа. Единственное, что косячное, это вот. Вот у них вот такие вот дырочки есть. Вот именно по краям все вот они вот тут рваные. Сидушки в хорошем состоянии оба, только вот опять же по цветам различаются. И спинки тоже, ну, в таком на троечку, я бы даже сказал, состоянии. Вкупе это все сейчас вот вместе с этим сырым ковролином синим. Жутко так воняет сыростью и плесенью, что это хоть вешайся. Мы сейчас это все загрузили в хонду на заднее сидение в багажник. Это воняло просто жутко. Такие вот новости. Привезли мы это все и действительно на хонде с Екатеринбурга. Ну, благо, очень быстро съездили. У чувака гараж находился именно, ну, практически только в 50 метрах от того места, где я зимой красил колеса. То есть, в конце улицы 8 марта. С учетом, я нашел вот эти вот боковые вставки под торпеду, синие тоже, в более-менее хорошем состоянии. Надо их будет накопить денежку, выкупить за 6 соток. И мне останется докупить для синего салона только вот этот чехольчик, кожаный, синий, коробки передач и дверные карты старого образца. Ранние и поздние дверные карты различаются лишь тем, что у ранних черной вставки, то есть, дверные карты полностью синие, и черная вставка посередине, то есть, разделенная хромом. Ну, вы видели, все, наверное, кто знает, в классике салоны троечные и шестерочные ранние. А у позднего салона синего, то есть, полностью монотонного синего цвета дверная карта и с полосками хрома, то есть, тоже такие, довольно-таки старенькие. Так что, вот такие вот различия. Я нашел, короче, тройку в Кировграде у нас буквально за Пермию. Это столько же, как от Тагила до Перми, и еще столько же. Там и стоит тройка, белая, ушатанная, внешнего вида, даже без хрома, вся мятая, крашеная. С 25 тысяч человек написал, что снято с учета, либо он снял ее сам специально, чтобы продать, либо, ну, просто сняли ее с учета. И вот, короче, она на синем салоне раннем. Я очень долго искал тоже вчера до двух ночи странный синий салон. То есть, вообще, на ВИТО, это буквально вот сейчас было единственное предложение, на котором продавали синий салон, либо что-то вот связанное с синим троечным салоном. То есть, это именно единственное было объявление, которое я сейчас закрыл благоуспешно. По поводу той тройки постараюсь я, конечно же, отправить туда людей, договориться как-то еще с человеком, чтобы он отдал дверные карты с этим чехольчиком и, опять же, вставками дополнительно, чтобы были. Либо уж весь салон синий отобрал. Я просто не знаю, еще надо с ним созваниваться, что он скажет. Либо он ее действительно пускает на разбор, раз учета снято, либо он ее продает и специально снял ее на учет, чтобы владелец ее поставил на учет. С нее надо попробовать стрясти салон, потому что других машин на синим салоне, мой поиск зрительный, вот я листал объявления, листал эти картинки, открывал каждое, вглядывался, если там что-то синее. Вот, как бы вот так происходил поиск. И вот нашел такое одно. И как раз, ну, благо, вроде как не особо и далеко, но самому ехать это не вариант. Это целый день туда и целый день обратно, это я вам 100% могу сказать. Ладно, ждем выходных. Чистим вот эти вот всякие чудеса. Вон, даже в цвет у меня сегодня кофта. И там уже будет видно, что в итоге будет делаться с этим салоном, будет ли он перешиваться, либо останется таким. Ну, скорее всего, я склоняюсь к первому. Короче, ребята, это пигдец. Оторвало колесо. О, от самого рынка. Чуть ли не до ленты. Вот здесь чувак на велике словил колесо. Бежал. И это, наверное, больше километра. Ну, а вот что, собственно, произошло с колесом. Вот имеется вот такой вот коцик сильный. Тут, видимо, где-то в бордюр он впечатался. Вот. И с другой стороны вот такой коцик. Чуть-чуть тут. И все. Ну, видимо, на проезжей части он так упал. Все. Вот, получается, у меня обломила на экстрентрике один болт. Вот тут слезала. Ну, это, видимо, диск тормозной. И сломала вот один каленый болт. А-ля. Тут еще коцик. Ну, не знаю. Ну, в принципе, легко отделался. Слава богу, что, опять же, в никого колесо не пролетело. Сейчас буду снимать проставку и прикручивать. Вот остался один кусочек здесь. Нифига тут. Чуть-чуть подбило. Ну, в принципе, все на этом. Сейчас Эга мне проставку шлифанет. Вот эту херню выкручиваем и попробую поставить обратное колесо. Чему была вся вина? Это вот у меня. Вот этот суппорт. Вот он тут все вот ходит на направляшках. И долбит. И вот из-за этого, то, что мне казалось, что это суппорт долбит, не обращал внимания на эти звуки стучащие. Ну, вот и как оказалось. Ну, это непонятно. Это что, либо проставка не была закручена? Хотя, смотрите, этот закручен. Эксцентрик тоже был закручен. Ну, и не до конца. Ну, был хотя бы вставлен. И вот эти два были закручены. Я не знаю, как. Ну, видимо, все-таки, да, не дотянул. Я зимой, когда ставил. То есть, проставка села, но и до конца прижалась. Ну, хотя я ехал, и колесо ровно как бы ходило. То есть, оно не ходило худуном. И первые выезды, оно вообще держалось ровно. Так что, не знаю. Вот, но буду еще уроком. Отпасла мне, кстати, вот эта вот хрень. Вот, вот эти-то вот. Я вот на ней прослайдил. Я вот, она не дала машине лечь на пузо. Наконец-то наступили выходные. Не знаю, как будто меня слышно, тут небольшой ветерок присутствует. Съездил сейчас на мойку. Постирал ковер, если это так можно назвать. Висит, обсыхает. В принципе, практически все. Останется вот только, ну, еще химчисткой дополнительно пройдусь его. Если останется, и пропорисовываю потом. То по поводу 11-й. У 11-й сейчас я буду красить вот эти вот места. Потому что, ну, на Sega мне площадку под аккумулятор высверлил. Чтобы было хотя бы красиво, я вот эту вот часть вот крашу полностью. И также хочу еще вздуть в черный вот это вот все вот место за бампером. И вот тут даже еще чуть-чуть. Потому что некрасиво все торчит. Уберу зубки. Хоть какой-то марафет будет. Попробую очиститель салона Лавра. Сейчас сиденье очистить буду. Посмотрим, как будет все вести. Ни разу еще не пользовался такой химческой. Дальше. Ну, баллончик самый лучший, черно-матовый. И цвет Бриз Мобихаловский. Собственно, такую краску я покупал тоннами, когда красил. Чуть ли не всю 11-ю свою, когда она была в таком цвете, в родном. Вот сидухи в свете дня. Вот это получается у нас... Вот это позднее. Это получается раннее. Ну, сейчас я ее почищу. Она должна быть еще светлее. Это, видимо, кто-то уже перетягивал. Либо, не знаю, выцвело так. Не знаю. Свежий велюр больно. Диваны. Вот это ранний, а вот это поздний. Потому что темный-темный. Да, состояние, конечно, такое удручающее, но лучше, чем ничего. Вот такие вот у нас спинки задних сидений. Это позднее, а это раннее. Сейчас буду пидорить. Посмотрим, что из этого получится по итогу. Закончил сейчас чистку сидений. Убил я на это где-то полдня точно. Весь был грязный, зачуханный. Еще, в принципе, осталась одна спинка. Но сейчас я тут, в принципе, поскоряку очистить этот пеном очистителем. И также просто уже, получается, вот это вот как кожу или что это. Просто опрыскиваешь, она впитывает грязь, чистится щеткой и вытираешь тряпкой. Вот. Ну, как бы, вот как получается. Примерно было то же самое по состоянию. В принципе, неплохо. Как бы, я ожидал немного похуже. Но все равно нитки на сиденьях сгнили. Вот эти ведь белые прострочки. Второе сиденье, то есть водительское, оказалось вообще каким-то новоделом. С синей строчкой уже. Вот. Также нету боковых вставок. Но это ладно. Я найду каких-нибудь других шестерочных сидений и покрошу в темно-синий цвет. В принципе, это не так и страшно. Вот. Так же сейчас все потихоньку убираю обратно в курятник. Аккуратно раскладываю. Сейчас я, наверное, возьму пищевую пленку, обмотаю сиденье, чтобы это хотя бы почище сохранилось, получше и не так сильно продавливалось от хранения. Также нашел уже в продаже, где чувак продает за шесть соток кит-панели. То есть вот эти под торпеду синюю в хорошем состоянии. И все. Останется намутить сиденье чехольчик для КПП. В принципе, он так-то нафиг мне не нужен. У меня будет принос кулиса кастомный. Который я так и не поставил на Рагулыча. Ну ладно. И дверные карты останется найти. В принципе, дверные карты найти возможно. Видел уже пару раз в продаже. Но они сразу моментально уходили. Так что надо сразу откладывать на них деньги. И выкупать. Первые были, кстати, в довольно таком среднем состоянии. А вот второй, который видел с вами недавно. А чувак и как бы заднюю полку, и половину сиденья продавал. В ушлепанном состоянии. Но в принципе, там дверные карты были достойны. То есть из двух комплектов один можно было в любом случае собрать. Но цены очень кусучие на этот салон, сразу говорю. То есть сиденья человек продавал за 6 тысяч вот эти вот. Но я поменялся на руль свой мамовский. В принципе, я на этом выиграл даже денег. Ковер только 11 тысячу стоил. Кит-панели 6 соток. Еще плюсом дверные карты. Смотря в каком состоянии, смотря в каком продавец попадется. Могу найти за 2 тысячи, а могу вообще найти за 10 тысяч. То есть это раз на раз не приходится. Но надеюсь, я найду дешевле и в хорошем состоянии. Опять же повторюсь, я собираю ранний салон. То есть светлые вставки в сиденьях, а не темные.